МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В декабре огонь прибудет в столицу Чувашия. Уже неоднократно говорилось о том, как город готовится. И сегодня о самой церемонии, о том, что ждет огонь и горожан в день ИКС назначенный, мы поговорим с главным режиссером торжественной церемонии встречи огня Дмитрием Капустиным. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Расскажите, как прибудет огонь, кто привезет, на каком транспорте, как попадет в столицу Чувашия огонь? Ну, большой поезд, автопоезд прибудет, как вы уже сказали, 27 декабря. И первой площадкой, с которой начнется старт по маршруту нашего города, станет железнодорожный вокзал, где его поприветствует глава города, министр спорта. И Елена Николаева торжественно первым факелоносцем отправится в путешествие по этому маршруту, маршруту города Чебоксара. Я слышала, что каждый регион как-то старается по-особенному встретить. Читала тоже про нашу церемонию, что там будет даже участвовать какая-то тяжелая техника, трактора. Мне, например, трудно представить, да, как это впишется в церемонию. Что это все-таки будет? Ну, конечно, каждый регион хочет презентоваться и быть максимально интересным не только горожанам, но и всем тем, кто будет наблюдать за церемонией по телевидению. Каждый регион готовит какие-то фишечки. Концерн «Тракторные заводы» готовит специальный номер для церемонии, где погрузчики, мини-погрузчики будут исполнять «Танец маленьких лебедей», а еще два погрузчика будут открывать бутылочку с напитком одного из партнеров встречи Олимпийского огня в регионах России. Это достаточно интересное зрелище. А почему трактора? Ну, наверное, потому что они такие большие, желтые, и такой намек на золото, которое мы всегда рады получать на соревнованиях различного рода. А Чувашия славится своими спортсменами, и золотых медалей хочется пожелать им в преддверии зимних Олимпийских игр от души. Ну, в общем, эти трактора как такие большие золотые медали, на которые мы ориентируемся. Ну, неожиданная действительно трактовка, в принципе, интересная. А вот все-таки как-то подсматривали у других городов, да? Уже 94 населенных пункта встретили огонь. Как-то смотрели, что они, что делали, чтобы уплатить? Ну, естественно, мы выезжали в различные регионы. Что-то утащить, украсть, в хорошем смысле этого слова, нет. Не хотели. Хотели просто посмотреть, насколько это зрелищно, насколько это масштабно просто проникнуться этим духом общим. Действительно, все горожане выходят на улицы, все искренне рады этому событию, потому что, ну, раз в 50 лет, по-моему, страна может принять Олимпийские игры. И мне кажется, что каждый горожанин будет рад прикоснуться, надышаться, напитаться этой атмосферой и почувствовать, что Олимпиада очень близко. А вот тогда возникает такой вопрос, да? Куда должны прийти горожане или где они, может быть, должны сосредоточиться, чтобы действительно увидеть вот эту церемонию встречи, сам огонь и так далее? Ну, маршрут проложен по центральным улицам города. А что касается празднования и вот остановок, то на железнодорожном вокзале утром, вечером с 5 часов до 6 у нас будет промежуточное празднование на Красной площади, где вот эти самые трактора и будут показывать свое мастерство. А центральное, финальное празднование, двухчасовое, большое, пройдет на стадионе Олимпийский, начнется оно в 18.00, а закончится большим красочным фейерверком. Также хочется сказать о лазерной инсталляции, которую мы планируем. Поэтому горожан мы приглашаем на стадион Олимпийский к 18.00. Я думаю, что вы не пожалеете. А тогда опять же вопрос. Вход свободный получается на стадион? Да, конечно. Вход абсолютно свободный. Приходите всеми семьями. Я думаю, что это такой предновогодний вечер, который вы запомните как один из самых ярких вечеров уходящего года. По какому принципу прокладывался маршрут? Это чтобы максимально хватить горожан, город, улицы или это какие-то достопримечательности, знаковые города? Максимально показать, максимальному количеству горожан показать вот этот вот бегущий огонь. Поэтому маршрут такой достаточно продолжительный. И еще тоже во время эстафеты, да, случалось всякое. Огонь-газ, огонь. СМИ даже сообщали в октябре, что взрывался огонь. Если что-то подобное, здесь никто не застрахован, если что-то подобное произойдет в Чебоксарах, каким образом будем выкручиваться? Что за мер? Ну, ничего не взрывалось. На самом деле была неполадка в факеле в одном. Ну, это технические моменты. Я вообще сторонник не притягивать негативные ситуации. Я уверен, что у нас все будет в порядке. Ничего у нас не погаснет. Все факелоносцы достойно пронесут факел по своей дистанции. И ровно в намеченное время он прибудет на Олимпийский. И от него будет зажжена чаша Олимпийского огня. У нас много занято человек вообще во встрече, в эстафете, кроме зрителей, естественно? Ну, работа ведется большая. И оргкомитет, и режиссерско-постановочная группа, и артистический персонал. Счет идет на тысячи. На тысячи людей. А привлечены кто, получается? Это, начиная с самого взрослого поколения, заканчивая маленькими? Конечно, конечно. Люди всех возрастов. Отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. Я напомню, в нашей студии был главный режиссер торжественной церемонии встречи огня Дмитрий Капустин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова